Музыка Начиная с сентября месяца начинаются частичные сборы оленей. Стадо собирается примерно в тех же местах, где велся отел, но также основное стадо, потому что в этот период идет миграция оленей. Оленей заложена миграция. В августе месяце в грибную пёру олень начинает подниматься вверх по грибы, доходит до разделяющей изгороди. И как бы из-за этого здесь проходят, а караули на этой изгороди людьми, чтобы не проникли в весную зону. Потому что в следующий период, после грибной поры, наступает период гона с 1 сентября. Если гон застанет, допустим, они провернутся через изгороди, за изгороди, то они не вернутся обратно уже. И собирать их будет трудно, а может быть даже невозможно в весной зоне. Потому что они рассыпятся на мелкие кусочки, что иногда и случается. И остаются на целый сезон непрочитными, непопашими в просчет. Во время гона не трогаем, мы стараемся, чтобы гон прошел спокойно. А гон идет с 15 сентября до 15 октября. Как только 15 октября хор пускает, олени опять нажимают на изгороди, то есть стараются уйти в лесную зону. И тут вот мы стараемся осуществить уже после 15 октября более полный сбор. Единственное, остается непроверенная и недоступная еще морская сторона, так как мало снега еще вперед. Но как только под себе снега, проверяем морскую сторону, начинаем просчет. Считается, что полный сбор олени прошел. Ну, не полный будем говорить, но на 19 процентов. Четвертый, Вондилка. Враг шестой. Вашенька второй. Вторая? Да. Все в зале? Все, ничего. Пусти, Вадик. Ничего, идем. Просчет оленей в левом крыле СКПК «Тумбра» проходит в корале «Полмос». Целью просчета является непосредственно учет оленей. Кроме того, в это время отделяется убойный кусок, идет кубраковка, проводится вакцинация и доклеймение молодняка. Баженка шести стадная. Так, начнем сначала. Так, давай, метим. Первого, Бэк. Четвертого, Валериняя. С тобой, бербой. Четвертого, Теля. Одни, Кирка, нас. Четвертого, Теля. Володя, мою поставь Вашенку. Седьмой, Вашенка. Четвертый, Вашенка. Четвертый, Теля. Седьмой, Теля. Четвертый, Вашенка. Четвертый, Вашенка. Пусть будет Вашенка. Я уже поставил Вашенку. Вашенка, четвертый. Четвертый, Вашенка. Вашенка, шестой. Четвертый, Вашенка. Седьмой, Вашенка. Забой, тройка, старых Вашенок. Вашенка, Вашенка, поставил Вашенку. Седьмой, Вашенка. Четвертый, Вашенка. Брак. Четвертый, брат. А че там вытащили-то? Я взял. А, ты взял, я стою. Дергайте, дергайте, не чиркайте, смотри внимательно, что в чирканом все были, есть не чирканный, вот врачок, Владимир. Вашенька. Шестой вашенька. Седьмой был. А будь ляк, Владимир. Четвертому, и забой с пиковой. Четвертый важник. Четвертый, для брати. Четвертому. Четвертому. Параллельно проводится обработка оленей против подхожного овода. Для этого в хозяйство приглашаются врачи из ветеринарных станций области. Врачи из ветеринарных станций обработки. 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 Реализация рогов для хозяйства также является статьей доходов. Но важенкам все же оставляют один рог, чтобы она могла защищать своего теленка. Врачи из ветеринарных станций обработки. Светия Врачи из ветеринарных станций обработки. Ну давай, ёпту, ворота, вы что? Шестой урак Урака-то оставили Вовка, как вы урака оставили? Что, выложили, смотря, когда поднимали Совсем забуду Сюда терять, туда важеный Сюда ураков Легко, держи, пах И водик отклипсованный Молодец, мир вас зацов Здравствуйте Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Не плодовое стадо, а это быки-производители, кастраты, бычки, кураки и телята предыдущего года будет направлено в сопровождение оленеводов на север к летним пастбищам. Стельные важенки и метели будут находиться с южной стороны разделительной изгороди весь отел. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Легкая доступность корма, очень покров ягодный большой. Нормально, расширяться сильно не надо, ведь кормежка хорошая. Субтитры делал DimaTorzok И хороший наволок. Здесь отел проводим 5 лет. Место нормальное, нам удобно. И вообще наволок собирает олень, удобно держать, следить и от хищников охранять. Более открытое место, хорошее. Телятся 90% важных. Но 10% все-таки ялова сохраняется. Так? И не меньше. Может чуть побольше. Вот. Ну, может 15. Так. Ну, отел приходит, как обычно. Значит, конец апреля первое телята. В начале мая. Так, по 23 с кладов основного отел. 20-го, где-то по 25-го мая. В эту неделю основного отел проходит. Ну, и там в начале июня уже фактически одиночные олени терятся. Но все равно терятся. То есть отел кучный, нерастянутый, как обычно. Как раньше был, так и сейчас практически. Во время отела отколы и есть, конечно. Но не такие значительные, как обычно. С каждым годом, будем говорить так, даже несмотря на то, что туманы. Если правильно выбрать отельное место, то больших потерь не будет. Вашеньки стремятся телиться в одиночестве и вновь присоединяются к группе с двухдневным теленком. Уже в первый день олененок достаточно самостоятелен. Почти сразу же пытается встать на ножки. Она завтра уже бегает за матерью, не отставая от нее. Остеряем я тело тремя бригадами. Потому что так легче. Потому что народу мало очень. Вот. И так 12 человек на три бригады. То есть получается у нас 6 смен по 2 человека. И вот через сутки, значит, они меняются. Сутки стоит 2 человека. Ну, сами подумают, не спать, можно сказать, не есть. Ничего, это период за 2-4 часа невозможно толком. Короче, 2-4 часа, честно, смена, а потом отдых. Потом наступают следующие. Вот 4-5 дней дома отдыхают, моются, перекуривают, пуки отдыхают и по новой на смену. И так, вот, считай, полтора месяца. Вот, до загона. Субтитры создавал DimaTorzok Отсекающая изгородь. Ну, ее первое предназначение очень большое, чтобы отдить лесную зону от тундры, зону выпаса. Чтобы олени раннюю осенью не проникли в лесную зону. Потому что сбор в лесной зоне очень затруднен. Будем говорить так. Техники много, Кольский полуостров маленький. Рано начинают ездить. Если они попадают в лесную зону, а там беспорядочно ездят, то есть люди везде. Начинают то туда толкнуть кусок, то сюда. И так его запихают, что ни один релевод его больше не найдет. Пока он сам не покажется. А покажется он только через год. И что от него останется, тоже неизвестно. Вот и делаем эти отсекающие изгороди. Все-таки в тундре не так кищи много народу в этот период, в период сборов. Но только положен снег, и тундра тоже кишит народом. Изгороди, для возра до Воронья, общая протяженность ее где-то около 80 километров в этом крыле. Также примерно есть такая же изгороди в правом крыле. Она протяженность может быть даже поболее, чем у нас около 100 километров. Она тоже служит для таких же целей. Между собой, между садами мы пока не делимся ни к чему. Чем больше площадь, допустим, тем легче пости оленей, тем лучше сохраняются пастбища и остальное. А если загнать оленей в клетки, значит пастбища мы лишимся. Будем так говорить. Они просто вытропят через непроверно десятка лет. Это примеры уже были. И не только за границей, и у нас. После того, как телята подрастут, их клеймят, вырезая метки на ушах. Для этого окрепшие телята вместе с важенками загоняются в кораль для клеймения. Загоны надо выбрать погоду правильную. Не так много разделить стадо правильно, чтобы не тесноты, ничего не создать. Аккуратно проработать телята маленькие, чтобы все было чин-то на рем, чтобы ни давки, ничего не было. Чтобы быстро отработать. Чтобы не более 5-6 часов. Чтобы телята без молока долго не оставались материнского. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...